Ну что, коллеги, 21 век на дворе и как здорово, что появляются такие замечательные компании, которые ставят вопрос ЗОЖа и потребления на такой high-end уровень. Здравствуйте! Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста, и какую компанию представляете? Я основатель компании Stemmeat, меня зовут Маклаков Данил. Расскажите, пожалуйста, что делает ваша компания? Наша компания занимается разработкой клеточного фарша. Мы стараемся исключить экологические проблемы, пищевые проблемы, производственные и временные. Правильно я понял, что у нас уже были спикеры с альтернативным мясом. Это не мясо абсолютно, оно похоже на мясо, но при этом это соя, это горох и так далее. Но в нашем случае и вашей компании это получается настоящее мясо, но для производства которого не нужно убивать животных, и мы сразу растим мясо нужного нам качества. Да, все верно. Это полностью точно такое же мясо, как и нативное. При этом не убивается животное, оно выращивается в таких же условиях, что и в организме у животного. Ну, все здоровы, все живы, но мы также имеем ключевой продукт. Мы ждали вас, мы вас очень долго ждали, потому что есть веганы, которые не едят мясо не из-за ЗОЖ, каких-то проблем своих, а из-за этических соображений, да, получается, вы решаете сразу скобом. Имеет эту проблему плюс животноводство, это огромное количество выбросов и так далее. И эта проблема тоже убивается вами на раз. Спасибо, чем вы занимаетесь, вы, мы скажем, все вам. И надеюсь, что вот эта ваша работа будет с каждым днем становиться все масштабнее и масштабнее. Скажите, как сейчас этот рынок в России, в принципе, представлен? Крупный или некрупный? На данный момент в рынке, на рынке России есть одна компания. Мы сейчас стартап, мы не являемся прям полноценной компанией. В России пока это не сильно развито, больше идет развитие за границей. Однако тренд набирает популярность и все больше появляется научных статей, разработок, патентов, ноу-хау. Мы идем много со временем, мы опережаем своих конкурентов, и это главное. Это главное. Спасибо, что вы наш соотечественник. И надеемся, что в самом ближайшем будущем мы уже увидим на полках магазинов вами выращенное мясо. Да, также главной миссией нашего стартапа стоит отметить. Мы знаем, что наша технология позволит людям из любого уголка земли производить пищевые продукты, безопасные, главное, пищевые продукты по доступной цене, без ущерба окружающей среде и живой. Это лучшая точка для нашего интервью. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.